Я говорила, что интерес к творчеству как к предмету философского изучения формируется еще в XVIII веке, в новое время. В XX веке этот интерес приобретает все больше и больше объем, и интерес к творчеству выходит уже за рамки философии и становится частью исследования такой науки, как психология. Вот про это я и хочу рассказать вам на сегодняшней лекции. То есть мы будем говорить о том, что такое творчество вообще, и тот взгляд, который рождается в рамках философии, и то представление о творчестве, которое дает нам психология. Что такое творчество в жизни современного человека, что такое творчество в современной жизни вообще. Если обратиться к тому, что такое творчество для современного человека, то первое, о чем о чём надо бы сказать, это философское направление, зародившееся на рубеже веков. Это конец XIX – начало XX века, который получает название «Философия жизни». И это название оправдывает суть этого направления в полной мере, потому что философия долгое время была очень далека от проблем человека. Если вспомнить философию нового времени, там на первом плане были вопросы познания, вопросы общественного устройства, а вот человек как-то всегда оставался за кадром. Философия жизни призывает философов проявить искренний интерес к жизни каждого конкретного человека. Предметом философского интереса должна стать отдельная жизнь отдельного человека во всём её проявлении и многообразии. Именно попытка разобраться в жизни каждого отдельного человека и даст какую-то информацию о том, кто такой человек и что такое его жизнь. И вот как раз в рамках философии жизни рождается вот эта вот идея, что каждая жизнь делается каждым человеком, и каждая жизнь неповторима. Жизнь носит неповторимый характер человека, творческое его воздействие на течение собственной жизни. И это становится предметом исследования философов. Главное, на чём делаю акцент я, каждый человек делает свою жизнь сам, вкладывая туда всю свою творческую активность. Каждый человек является автором своей жизни, и ни одна жизнь не похожа на жизнь другую. Невозможно проводить аналогии, невозможно сравнивать и невозможно обобщать, потому что каждая жизнь уникальна. И для того, чтобы что-то понимать в человеке и в его жизни, надо обязательно изучать жизнь каждого отдельного человека. Философия жизни призвана сделать именно это. Один из представителей философии жизни Анри Бергсон очень вплотную подходит к вопросу того, что есть творчество в жизни человека. Он говорит о том, что творчество присутствует везде. Он находит творчество и в природе, и в человеческом сознании. По мнению Бергсона, творческие акты осуществляются в природе в виде рождения, развития, созревания, роста и так далее. И в человеческом сознании творчество имеет место всегда, потому что человек живёт в мире образов и переживаний. Попробуйте себе представить момент, когда вы вообще ни о чём не думаете. Сознание человека характеризуется таким качеством, как идиаторность. Чем бы вы ни занимались, в вашем сознании на каких-то других уровнях идёт мощная мыслительная деятельность. Даже кажется, сейчас сижу и ни о чём не думаю, но там в глубине крутятся и крутятся мысли, и вдруг рождаются какие-то идеи прямо по ходу вашей задумчивости, вашей деятельности и так далее. И вот Анри Бергсон обратил внимание на то, что в сознании человека постоянно возникают какие-то новые образы. Человек живёт в мире этих образов и переживаний. Поэтому творчество — это и есть суть жизни. Это вот суть человеческой жизни и суть жизни природы. По-другому вообще нельзя рассматривать человека, выводя творчество за пределы человеческой личности, как это предполагалось ранее, что это удел только избранных, тех, кто имеет к этому отношение, способности и так далее. По Бергсону творчество становится частью человеческой жизни, необязательной частью, которая позволяет человеку выстраивать свою жизнь и проживать её так, как ему хочется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok